Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем говорить о том, как всегда можно получить исцеление, всегда получить свое чудо, всегда получить нужное вам обеспечение. Все, чем Бог нас уже обеспечил, принадлежит нам сейчас, но не приходит к нам автоматически, а ждет проявления нашей веры. Когда включается наша вера, мы получаем то, что Бог нам уже дал. Аминь. Итак, я бы хотела быстро коснуться трех шагов, которые нам необходимо предпринимать каждый раз, когда что-то нам противостоит. Каждый раз, когда что-то пытается украсть наше здоровье, украсть наше чудо, украсть наши деньги. Первое, что вам нужно сделать предлицом любого противостояния, это ответить ему. Не так ли? И ответить нужно конкретно. Если дьявол говорит, что вы потеряете свой дом, не говорите просто «Ой, нет, Бог любит меня». Это неправильный ответ. Вам нужно ответить на конкретную угрозу. Вам нужно ответить на то, что вам противостоит. Итак, если он говорит «Ты потеряешь свой дом», ответьте «Дьявол, ты лжец». Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Бог мой восполнит всякую нужду мою, и я не потеряю свой дом. Вам нужно отвечать конкретно на угрозы дьявола в вашей жизни, против вашего дома, вашей семьи, вашего здоровья, ваших детей, вашего бизнеса. Аминь. И как только вы ему ответите, скажите тому бесу, который вам угрожал, убираться. Почему? Библия говорит «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Другими словами, нам не нужно смиряться с тем, что он околачивается поблизости и вызывает всякие неприятности в нашей жизни. Итак, первое, что нам нужно сделать, ответить на это. Именно здесь многие люди упускают возможность получить свое исцеление, свое чудо, свое обеспечение. Они ждут, чтобы Бог им что-то дал, а Бог ждет, пока они ответят противостоянию. В Марка 11, 23 сказано «Кто скажет, Горесий, поднимись». Здесь не сказано, кто помолится. Помолится, чтобы Бог что-то сделал с этой горой. Нет. «Кто скажет, Горесий, Бог дал нам право говорить с противостоянием, со всем, что пытается у нас украсть то, чем Бог нас уже благословил. Нам нужно что-то с этим делать. И если мы ничего не будем с этим делать, то ничего не будет с этим сделано. Наше дело говорить горам, говорить тому, что встало у нас на пути, сказать «Уберись с моей дороги». «Болезнь, убирайся из моего тела». «Боль, убирайся из моего тела». Аминь. Аллилуйя. Что, если нам нужна часть тела? Скажите «Часть тела, приди». «Часть тела, приди». Аминь. Итак, во-первых, нам нужно говорить тому, что нам противостоит, а также говорить нужным нам вещам, прийти к нам. И говорить дьяволу, убрать свои руки от нашего тела, убрать свои руки от этой ситуации. И третий шаг в том, чтобы принять чудо, крайне важный шаг – поклонение. Поклонение. Чтобы сказать что-то горе, потребуется лишь мгновение. Лишь мгновение. Нужно лишь мгновение, чтобы сказать дьяволу уйти. Но поклонение должно заполнить наши дни. Третьим шагом мы должны заниматься постоянно. Аминь. Первый шаг какой? Ответить. Скажите противостоянию уйти. Скажите ему убраться. Скажите боли оставить ваше тело. На это требуется лишь мгновение. Вам не нужно заниматься этим весь день. Просто скажите. Во-вторых, скажите бесу, который принес это – убраться. И в-третьих, все остальное время. Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Твоя сила действует. Я воздаю Тебе хвалу. Я поклоняюсь Тебе. Иисус, Ты такой чудесный целитель. Чудесный Иисус. Ты творишь чудеса. Почему нам нужно большую часть дня тратить на это? Потому что только это стоит нашего внимания. Оппозиция не стоит нашего внимания. Она стоит только того, чтобы ей противостать, запретить ее. Это единственное, чем стоит реагировать на оппозицию и сказать ей убираться. Аминь. Но третье – поклонение. Мы должны быть сосредоточены на Боге. Он должен быть объектом нашего внимания. Аминь. Итак, 33-й псалом. Мы сегодня утром поговорим о третьем шаге. О важности третьего шага в получении любого исцеления, любого чуда, любого обеспечения в нашей жизни. Нам нужно стать умелыми в третьем шаге, в поклонении. Почему? Потому что если ваше внимание будет сосредоточено на Боге, дьявол не сможет пробраться обратно в вашу жизнь. Дьявол не сможет остаться там, где он был. Итак, дьявол всегда пытается перевести ваше внимание на проблему, на противостояние. Он хочет, чтобы ваши разговоры были заполонены тем, что вам противостоит. Но я хочу, чтобы вы знали, вы можете жить в таком состоянии общения и осознанности с Богом, что вы едва даже заметите, когда заявится дьявол, чтобы вам противостоять. И вы просто стряхнете это и пойдете дальше. Аминь. Именно в таком состоянии Бог дал нам право жить. С полным осознанием движения Божьего и вниманием к Нему. Настолько, что мы едва замечаем движение дьявола. И если мы видим небольшое движение, мы говорим, прекрати во имя Иисуса и возвращаемся к поклонению Богу. Аминь. Итак, какие навыки нам нужны? Нам нужно уметь отвечать дьяволу. Нам нужно уметь сказать дьяволу уйти. Но мы также должны отлично уметь с утра поклоняться Богу, днем поклоняться Богу, вечером поклоняться Богу. Аминь. Аллилуйя. Итак, нам нужно стать в этом умелыми. Я сказала, нам нужно стать умелыми в этом. Был такой служитель Норвел Хейс. Кто из вас помнит брата Норвела? Он недавно ушел домой к Господу. Но Бог сказал ему следующее. Мои дети в целом любят меня. Но они живут в нищете, они живут в болезни и они живут в поражении. Они не живут в благословениях небес, потому что они недостаточно поклоняются мне. Заметьте это слово «недостаточно». Просто в отдельные моменты, время от времени, раз или два раза в неделю, «Ой, я люблю тебя, Иисус!» И только занимаемся своими делами, больше даже не вспоминая о нем. А потом мы удивляемся, почему дверь широко раскрыта для противостояния. Потому что наше внимание всегда направлено на что-то. И нам следует позаботиться о том, чтобы на Боге была сосредоточена большая часть внимания. Аминь. Что же об этом говорит слово? 33 Псалом 1 стих говорит «Благословлю Господа». Не «если я почувствую». Это ваше решение. Это ваш выбор. Неважно, чувствуете ли вы себя так. Неважно, побуждает ли обстоятельства вас к хвале. Он говорит «Я буду это делать. Это мой выбор». Благословлю Господа. Обратите внимание на следующую фразу. «Во всякое время». «Хвала Ему непрестанно в устах моих». Видите? «Во всякое время непрестанно». «Во всякое время непрестанно». Теперь вы понимаете, что Бог имел в виду, когда сказал брату Норвеллу «Мои дети поклоняются мне недостаточно». А сколько достаточно? «Во всякое время и непрестанно». Аминь. Когда сказано, что нам нужно благословлять Господа во всякое время, во всякое время, то есть, когда все в порядке в нашей жизни и когда все пытается выйти из равновесия, это всякое время. Благословение и прославление Его повлияет на результат любого времени. «Хвала Ему непрестанно в устах моих». То есть, там сказано, «Хвала и поклонение Богу должны стать нашим образом жизни». Понятно, что вы не можете поклоняться Богу 24 часа в сутки. Вы, естественно, едите, работаете, разговариваете с людьми, но ваше сердце может быть обращено к Нему. И каждый раз, когда это уместно, вы можете сказать, «Слава Господу! Я поклоняюсь Тебе, Отец! Я поклоняюсь Тебе, Отец!» «Ничто не сможет лучше вытащить вас из усталости умственной арены, чем поклонение Господу». Нет ничего более утомительного, чем жить на умственной арене. Поклонение Богу не даст вам зайти туда, где вы устаете. Чтобы вы не жили только исходя из своего разума, только на основании того, в чем вы способны разобраться. Вы скажете, «Я не совсем понимаю, как поклоняться Богу». Просто игнорируйте свой разум и из духа. Начните говорить Ему, насколько вы дорожите тем, что Он сделал для вас. «Аминь». Евреям, 13 глава, 15 стих. В расширенном переводе. Евреям, 13, 15. Новый Завет. Итак, будем через Него непрестанно и во всякое время приносить Богу жертву хвалы. Затем нам сказано, что это такое. Описывается эта жертва. То есть, плод уст, благодарно признающих и исповедующих и прославляющих имя Его. Мы опять видим эти слова непрестанно и во всякое время. Кто из вас понимает, что это не рекомендация, это повеление, это инструкция к образу жизни верующего? Постоянный поток хвалы и поклонения. Хвала и поклонение – это выражение благодарности, признательности и прославления Бога. Когда вы прославляете Бога и говорите, «Отец, я славлю тебя! Спасибо, что ты спас меня! Еще до того, как я родился, ты уже видел мою нужду! Еще до того, как я узнал, что нуждаюсь в тебе, ты уже восполнил мою нужду в тебе! Аминь!» Затем вы вспоминаете. Я вам скажу, я вспоминаю, когда я была трех-четырехлетней девочкой и играла на поле. Мой папа выращивал хлопок и пшеницу, а я лепила самые лучшие куличики в городе на этом поле. И я помню, как сила Божья сходила на меня там, когда я была одна. И я вспоминаю, когда я славлю Бога, я достаю эти воспоминания, когда Он начинал двигаться во мне. «Отец, я благодарю Тебя! Я была маленькой и даже не знала Тебя, не знала, что нуждаюсь в Тебе. Я даже не знала, что у Тебя был план, а Ты встречался там со мной, и Ты влек меня в то, для чего я была рождена. Отец, я благодарю Тебя, что Ты посещал эту маленькую девочку. Видите, вот о чем я говорю. Славить, вспоминать, возвращаться ко всему, что Он сделал для вас. Не забывайте это, но будьте признательны, выражайте благодарность, прославляйте Его за то, что Он сделал для вас, о чем никто другой даже не знает. Были времена, когда вы с чем-то боролись, и когда вы лежали в кровати, Дух Святой сходил на вас и утешал вас. Благодарите Его за эти времена, вспоминайте их. У вас всегда есть за что быть благодарными. Аминь. Я помню, в детстве, за ужином, нас было четверо детей в семье, и я вспоминаю это так часто, потому что невозможно детям сказать что-то один раз. Приходится говорить снова и снова. И вот, мама готовила большой ужин каждый вечер, потому что могла. Я бы тоже готовила, если бы могла, но не буду, потому что не хочу. Но мама готовила замечательный ужин, и мы все в шестером собирались за столом, в основном в пятером, смотря, был ли папа дома или работал. Но мы просили маму, например, «Подай булочки». А она отвечала, «А где волшебное слово?» Она даже не шевелилась в сторону тарелки, пока мы не скажем «пожалуйста». Она бы даже не шелохнулась в сторону того, что у нее просят, без надлежащего уважения. Хвала и поклонение – это надлежащее уважение. Если мы не возносим хвалу и поклонение, мы не уважаем его как следует. Мы не можем приближаться к нему без уважения и при этом думать, что мы получим то, в чем мы нуждаемся. Уважение к тому, кто он и что он сделал, должно быть нашим образом жизни. Моя мама даже не протягивала руку к той тарелке, которую мы просили, пока мы не скажем «пожалуйста». Потом она брала тарелку и подносила ее к нам. И я протягивала руку, бралась за тарелку, но ее рука не отпускала тарелку. И она говорила, что нужно сказать. Я говорила «спасибо». И тогда она ее отпускала. Почему? Надлежащее уважение к тому, что доступно. Поэтому и написано «Итак, будем через Него непрестанно и во всякое время приносить Богу жертву хвалы». Можно так сказать? Приносить Богу отношения и слова уважения. Аминь. То есть плод уст благодарно признающих. Обратите внимание, если вы что-то не признаете, зачем ему делать это снова? Если когда он что-то сделал, мы это даже не признали, что заставит его захотеть сделать это снова? Когда я готовила на праздники, когда дети были маленькими, ой, у меня это занимало дня эдак полтора, потому что я не особо грациозна на кухне. У меня не очень все ладилось на кухне. Но я готовила, и я говорю вам, это было съедобно. То, что выходило несъедобным, я выбрасывала в мусорник. Я много выбрасывала из того, что готовила. На столе было то, что получилось хорошо, но оно не было таким, как Эд ел в детстве. Или дети привыкли к чему-то, что легче жевать. А было так много всего на тарелке. И мне вам не передать. Это произошло два раза, я дала им два шанса. Но Эд говорил, это не как у моей мамы. Нет, это как у моей мамы, потому что я готовила. А потом Стив говорил, мне не нравится эта еда, мы никогда такое не едим, мне это не нравится. И я сказала, знаете что? Я даже не собираюсь этим больше заниматься, поскольку вам от этого никакой радости. Почему? Отсутствие надлежащего признания значило, что этого больше никогда не будет. Аминь. Я не обиделась, я просто освободилась. У меня высвободилось время. Но когда они стали постарше, Стивен и Морган жили с нами какое-то время, когда Бобби был малышом, и я снова готовила, потому что хотела, чтобы мой внук был накормлен. Я готовила бифштекс в кляре, картофельное пюре, и получалось довольно неплохо. Довольно неплохо. И они сметали все подчистую. И я говорила, «Хорошо, я завтра вечером приготовлю еще». Почему? Из-за надлежащего признания. Они оценили, «Потому я буду продолжать это делать». И Бог говорит нам, «Чтобы моя сила постоянно текла, выразите надлежащую признательность за то, что я сделал для вас, и я буду продолжать это делать». Аминь. Вам не нужно его уговаривать, но должно быть надлежащее уважение. Аминь. Итак, тут сказано, «Плод уст благодарна признающих и исповедующих». Кто из вас знает, что один из способов поклонения Богу – это исповедовать правильные вещи о нашей жизни? Разговор за ужином о проблемах принесет только больше проблем. Будете говорить о нехватке денег, и это помешает деньгам прийти. Потому что вы это исповедуете. Но если вы будете исповедовать его избыток, именно он и придет. И людям необходимо изменить привычное мышление и привычные разговоры, чтобы исповедовать благость Божью вместо трудностей своей ситуации. Итак, это плод уст благодарна признающих и исповедующих, и посмотрите на это, и прославляющих имя его. Когда мы признаем то, что он сделал для нас, когда мы исповедуем то, что говорит его слово, что тогда происходит? Он прославляется. Почему? Потому что он может явить себя. Аминь. Итак, получение ответа не происходит без надлежащей благодарности. Не то, чтобы Бог что-то удерживал. Просто именно благодарность способна получить. Неблагодарность не может ничего получить. У нее нет рук, чтобы взять что-то у Бога. Аминь. Итак, поклоняться Богу – это проявлять должное уважение и благодарность, которая ставит нас в правильное положение, чтобы получить то, в чем мы нуждаемся от Него. Аминь. Далее. Иоанна 4 глава, 23 и 24 стих. Иисус сказал следующее в 4 главе Иоанна 23 и 24 стихах. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Обратите внимание, Он говорит нам, какое поклонение Он принимает. Поклонение в духе и истине, не в чувствах и истине, не в эмоциях и истине. Аминь. То есть, вы можете переживать эмоции, когда вы поклоняетесь Богу, вам может захотеться плакать, и вы начнете плакать. Почему? Потому что люди плачут от Его присутствия. Но не думайте, что от того, что вы плакали, Он что-то получил. Потому что многие плачут о своей ситуации, говоря с Богом. Но это не называется поклонение, это называется беспокойство, паника, это называется страх. Плач не означает, что Бог вас услышал. Аминь. Мы поклоняемся в духе и истине, не в эмоциях. Суть не в том, чувствуем ли мы, что Он нас услышал. Аминь. Он говорит нам, как быть эффективными в нашем поклонении, задействовать свой дух. Теперь, я хочу, чтобы вы увидели вот что. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог ищет что-то. Он в поисках чего-то. Он высматривает, пытаясь что-то найти. Что же? Он пытается найти кого-то, кто поклоняется Ему. Почему? Потому что поклонение – это выражение веры. Когда Он слышит поклонение, которое льется из чего-то сердца, когда Он слышит поклонение, которое возносится в истине, что значит в истине? Ну, слово истина. Когда вы поклоняетесь Ему Словом, «Отец, я благодарю Тебя!» Твое Слово говорит, что милость Твоя обновляется каждое утро. «Я благодарю Тебя, что милость Твоя на Мне этим утром!» Милость Твоя изливается сегодня. Когда вы используете Его Слово, чтобы поклоняться Ему, Он слышит Себя Самого в ваших словах. Аминь. Он ищет поклонников. Почему? Потому что у поклонников есть вера. Я говорю об истинных поклонниках. Кто такой истинный поклонник? Тот, чье сердце вовлечено. Истинное поклонение идет из сердца. Вы не просто стоите в какой-то позе во время песен на служении. Суть не в положении вашего тела, а в том, как ваше сердце подключается. Бог ищет вовлеченные сердца. Послушайте, если наши сердца в этом не участвуют, зачем его сердце участвовать? И если наше сердце вовлечено, что в нем? Вера. Аминь. И подключаясь к сердцу, вы подключаетесь к вере. Вы подключаетесь ко всему хорошему в вашем духе. Аминь. Итак, поклонение – это акт веры. Те, у кого много веры – поклонники. Это отличительная черта людей сильной веры. Они поклонники. Они поклоняются постоянно. И я не говорю о том, что постоянно звучит песня или музыка. Я говорю об образе жизни. Что они исповедуют, что они признают, о чем они размышляют, что они допускают в своих разговорах, как они живут. Библия говорит, поклонитесь Господу в благолепии и святыне Его, в английском – в красоте святости. Не только в красоте музыки, но в красоте святости. То, как мы живем – одна из форм поклонения. Как мы говорим со своим супругом, выражает нашу благодарность Богу. Это форма поклонения. Аминь. Итак, поклонение – это акт веры. Поэтому Бог ищет поклонников. Потому что так Он найдет веру. А найдя веру, Он сможет двигаться. Аминь. Вера угодна Богу. Почему? Потому что Бог хочет благословлять и обеспечивать людей. И когда Он находит веру, Он может благословить людей. А Ему угодно благословлять людей. Поэтому вера Ему угодна. Она позволяет Ему быть тем, кем Он хочет в нашей жизни. Аминь. Как я говорила, мы должны поклоняться Ему в духе. Что это значит с участием нашего сердца? Кто-то скажет, я не понимаю, что вы имеете в виду под поклонением от сердца. Вы когда-то кому-то говорили слова любви? Супругу или родителям, члену семьи. Было ли это искренне? Если искренне, то вы говорили это от сердца. Вот что значит поклоняться от сердца. Иметь в виду то, что вы говорите. Говорить всерьез. Аминь. А если для вас это всерьез, вы вкладываете в эту частичку себя. Какие-то усилия, так? Аминь. Итак, мы должны поклоняться Ему в духе и поклоняться Ему в истине. Мы уже говорили о поклонении в истине. Слово есть истина. Поклоняйтесь Ему на основании того, что о Нем говорит Слово. Не поклоняйтесь Ему на основании того, что о Нем говорит религия. Или даже того, как вас воспитали думать о Боге. Потому что люди говорят слова поклонения, которые им кажутся поклонением. Но это не так, потому что они не соответствуют Слову. Чем дальше мы продвигаемся в понимании Слова, тем шире должно становиться наше поклонение. Аминь. Когда вы только спаслись, может, все, что вы слышали, было Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабо всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, вы могли говорить, Отец, спасибо, что Ты спас меня, спасибо, что Ты спас меня. Но когда вы увидели побольше Слова, «О, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни», ваше поклонение смогло расшириться. Теперь вы можете благодарить Его не только за ваше спасение, но и благодарить Его за исцеление. А затем вы видите, что десятина принадлежит Господу, и что нам нужно приносить ее и поклоняться Господу нашей десятиной. Вот это да, теперь мое поклонение становится еще шире. Нам не нужно оставаться в узком потоке поклонения. Нам нужно расширять свой поток поклонения, поклоняясь Ему на основании Его Слова. Аминь. Аллилуйя. Итак, берите Слово с собой в поклонение. Аминь. Поклоняйтесь Ему, Отец. Я благодарю Тебя, что Иисус взял мои немощи и понес болезни. Спасибо Тебе, Иисус, Ты заплатил такую великую цену. Спасибо Тебе за то, что Ты заплатил эту великую цену. Понимаете? Одна женщина стала посещать одну церковь, и каждый раз, когда пастор упоминал Иисуса как целителя, она не отвлекала никого, но она вставала, поднимала руки и начинала поклоняться Богу. Никто не вставал, но она вставала где-нибудь с краю и просто поклонялась, закрывала глаза, поднимала руки. Было видно, что ее сердце в этом. Слезы струились по ее лицу. Слезы не являются признаком, что сердце вовлечено, но когда оно вовлечено, это как-то проявится. И спустя где-то два года пастор, наконец, подошел к ней и сказал, «Я заметил, что при каждом упоминании Иисуса как целителя вы встаете и начинаете поклоняться. Вы не против рассказать мне, почему?» Она сказала, «Пастор, 15 лет назад я умирала от рака, и Иисус исцелил меня». И каждый раз, когда говорят о Нем как о целителе, я не могу не вспомнить, что Он сделал для меня. Я не могу усидеть, не реагируя на Него. Мне нужно признать и исповедать и прославить. Это то, что сказано в евреям. Благодарно признавать, исповедовать и прославлять Его. Не относиться легкомысленно к тому, что Он сделал. Нам это важно. Мы выражаем уважение, и мы воздаем честь за то, что Он сделал. Если вы будете так жить, у вас не будет никаких проблем получить чудо. У вас не будет никаких проблем получить исцеление. Аллилуйя! 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok